Значит, я себя представить уже не буду, поскольку меня представили, я решила, у меня вчера как-то запутывать, про что надо говорить, потому что мне как-то произошло слишком много тем, как это я все в одном месте послалил. Виктория меня спасла, мы решили, что лучше она начнет с спичингов, с форумов, а я тогда буду, пройдусь по всем, вы слышите меня, Ринан на микрофон заканчивается, да? Я вот сейчас утром поняла, что все-таки, наверное, для вас будет более полезно, если я просто пройдусь по своему проекту, теперь который уже фильм, можно сказать. У меня еще не было мировой премьеры, поэтому я, к сожалению, не могу его здесь и показать вам, будет 29 апреля на Hot Docs в Канаде, а потом будет выставление показано, и дальше посмотрим, как пойдет. Звание на русском «Последнее великое» — это вот свежий плакат, который буквально на днях мы сделали, который у меня страшно горжусь, у меня был сделан другой, он мне не понравился. И тогда я вот эту идею придумал, у нас есть эстонский художник, который работает с мировыми издательствами, типа «Таймс», и все, он делает такие специфические вещи, здесь не очень фильмы, потому что это разные, как по-моему. Ну, вот шикарно. Да, видите, я сама так горжусь, потому что я хотела изначально сделать какой-то графический проект, решение графическое, и никак не нашла, кто бы мне это сделал. И художница, которая мне начала делать, он оказался очень традиционный, скучный, мне понравился, и я вдруг, уже было все сделано, и я услышала радиоинтервью, в эстонском радиоинтервью с графиком, и вдруг я вспомнила, да, есть такой график, я просто забыла о нем много лет назад, когда я читала про него. И вот просто это я к чему рассказываю, как надо действовать. Я просто залезла в интернет, нашла его контакт и написала ему, я бы не знала лично. Написала, что вот я такая-такая, у меня, значит, заканчивал фильм, и что мне очень нравятся его работы, и я бы хотела, ну, вернее, не мог бы Леон сделать мне блокад, потому что я очень бедная, поскольку я делала документальное кино, у меня денег нет. Я не знала, ну, сколько он может стоить. Я у меня ответила, сказал, да, мне интересно. Ну, я ему сразу трейлер поставила. Давайте посмотрим трейлер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это поднятие коленчика, это телепропаганда. Это поднятие коленчика, это поднятие коленчика, это поднятие коленчика. Это поднятие коленчика, это поднятие коленчика, это поднятие коленчика. В общем, я решила начать с конца. А теперь хотела показать вам один документ, который потребует sales agent от вас. Если ваш фильм решит взять какой-то продавец, то какие документы и что вообще нужно ему представить? Нужно так пройти на это по русскому сервису. Простите, а ваш документ можно будет тоже получить? Да, хорошо, я пришлю вам. Значит, вот здесь вот перечень того, чего всего нужно будет предоставить, если вы хотите, чтобы фильм как-то начал фигурировать на международном рынке и хотите хоть как-то куда-то его продать. Продать. Значит, это вот версия длинная фильма. Вот тут файлы, которые для этого нужны. Идем наверх. Это версия, которую они хотят, чтобы издать. У меня фильм 104 минуты. Я сделала 52 минуты, у меня еще этого нет. Я сказала, что я буду делать только, если они реально куда-то зададут, тогда я займусь этим вопросом. Значит, тут вот по 52 минуты. Это то, что касается звука, какие технические данные звука должны быть. Это что касается всех текстов и графиков, которые используются в фильме. Значит, транскрипции оригинальных текстов, английские субтитры, файлы. Такой файл, такой ассортенный эксцент. Значит, musical sheet, это очень важно. Это музыкальная справка. То есть музыка, которую вы используете в своем фильме, она должна быть вся, так называем, очищена. То есть должна быть парабана использования этой музыки. Это отдельная история, если мы в фильме расскажем, у меня там был интересный случай. Значит, full credit list, это все титры, которые вы используете, все имена, кто принимал участие в этом фильме. Дальше идет пресс-кит, это пресс-релиз. Нет, это не релиз, это пресс-релиз. Ну, очень короче, где собрана вся информация про фильм. Ну, там синопсис, биография режиссера, техническая информация, форматы видео и звука, фотографии фильма. Как минимум пять, кстати, об этом всегда забывают, вот, игровики помнят об этом. А документалисты забывают, что когда вы снимаете, не забывайте фотографировать то, что вы делаете. Потому что потом вдруг оказывается, что вам не им ничего показать. Хотя можно всегда из фильма взять, но тем не менее что-то, хотя тоже что-то во время съемок все было снято. Ну, фотографии, значит, людей, которые делали фильмы. И постера с один, ну типа BDF, как я вам показала, и другой, где слоями решения сделали, чтобы можно было ходить под разным. Это, по-моему, все, да? Это я к чему решила показать вам? Потому что, как бы, тема была заявна, можно ли быть режиссером и продюсером одновременно. Так вот, если вы готовы, понимаете, что вот это вам все надо в конце предоставить, значит, у вас есть потенция быть продюсером, да? То есть всегда, я рекомендую, я сама так делаю, любые фонды, любые там договора с кем-то. Значит, читайте вначале требования, вообще подходите вы или нет. Например, если вы куда-то подаете, хотите подать в какой-то фонд на финансирование, прочтите сначала вообще вот ваш статус, подходите ли вы, можете ли вообще подавать. Потому что в фондах очень много разных, и могут быть какие-то требования, которым вы, ну допустим, я не знаю, фонд поддерживает только режиссеров из Казахстана, но не поддерживает режиссера из Узбекистана. Если вы из Узбекистана, вам нет смысла подавать, потому что вы просто не подходите. И так со всеми интернациональными фондами то же самое. Значит, вы прочли эти условия, поняли, да, я могу подавать. Следующий этап, что надо делать, прочитать, а как надо отчитываться. Вот это важно, да? Фильм понятно, что вы должны делать, фильм это все понятно. А вот что по документации, что вы должны, как рассуждает продюсер, а продюсер узнает так, что, окей, я получу деньги, а как я буду за них отчитываться, да? Потому что потом будет поздно, вы будете снимать, что вы тратите куда-то, туда-сюда, а потом выяснится, что вы не сможете отчитать, и у вас будут большие проблемы. То есть вот начало, вообще можете ли вы подавать, и конец. А как будете отчитываться? Если оба вот этих момента вам подходят, смело подавайте. Да? Это вот такая логика очень простая. Теперь я могу пройтись по вот этому своему проекту. Я его начала снимать в 2017 году. Но, по сути, еще раньше, потому что у меня был проект, где я была продюсером для одной московской режиссерши Светланы Стасенко, которая собиралась снимать фильм про Ройзмана, Евгения Ройзмана. Вы не слышали про такого человека? Он на тот момент был главой города Теренбурга. И я получила первое финансирование из эстонского киноинститута нашего, ну это наш кинофонд. И мы съездили. Первый раз я не поехала, у меня был пират эстонский. Светлана поехала из Москвы, он из Талина. Они что-то нам сняли, привезли. Этот материал мне совершенно не понравился. Ну в каком смысле не понравился? Как продюсер, нужно рассуждать, вот как Виталий говорил, уже понимать вообще, тебе дадут под это деньги или нет. То есть если ты уже такой более-менее опытный продюсер, ты понимаешь фонды, что они примерно ждут от тебя. В любом случае ты конкурируешь. В любом случае ты никогда не знаешь сколько еще проектов, какие проекты будут. Ты можешь конкурировать с этими проектами, но ты примерно представляешь, что должно быть. И я поняла, что это совершенно не то. И второй раз я поехала сама, уже вместе с командой. И когда я встретилась с Розьманом, поговорила с ним, я поняла, что тот фильм, который хотела Светлана делать, что он точно не получится, что этого не будет происходить. Потому что он сказал, что такой правый, сказал, что я вообще не знаю, что делать, что происходит в стране. Я поняла, что он не будет ни бороться, он не будет ничего делать. Он будет только бегать. Потому что он такой спортивный, он бегает в городе. И у него был такой видеонформат, который был еще главой. Он принимал граждан. Мы вот это снимали. Принимал граждан, где люди приходили, но с какими проблемами. Кто-то дома сгорел, кто-то алкоголик, муж. Примерно такие бытовые вопросы, которые он помогал решать людям. Он звонил своему знакомому. Реально у него власти вообще никого в руках не было. Я бы пыталась подать на производство в нашем киноинституте, но я понимала, что мне подать это не дадут. Но в связи с тем, что мне страшно понравился Екатеринбург. Как город сам по себе и как потенциальная модель России, как большой страны. И поскольку наработались уже какие-то связи, там уже были какие-то контакты, он меня почему-то не отпускал. Это было 2016 или 2015, где-то я уже не помню, когда мы там были. И вот, кстати, сейчас вспомнила в связи с Маской. В 2016 году я поехала на Art Dog Fest в декабре. Я должна была поехать в Москву на Art Dog Fest. И тут я подумала, вот я уже так отъеду далеко, то, что почему бы мне не доехать до Екатеринбурга еще раз. И вот просто оглядеться, посмотреть, чтобы найти какую-то другую тему, новую тему для себя уже как для режиссера. И я приехала в Москву. И оттуда я отрезала билеты и поехала в Екатеринбург одна уже. И там, это был, соответственно, конец 2016 года, на следующий год должно было быть 100 лет революции, а в 2018 году должно было быть 100 лет, как убили российского царя последнего. Если вы знаете, это происходило в Екатеринбурге. Я подумала, может быть, вот это, может быть, тема какая-то, где вокруг этого что-то. Короче, у меня там свелись с людьми и все. В общем, пошла, поехала. Я подала документы в наш, опять же, кинофорт. И получила деньги первые. И дальше я стала думать вообще… А с какой темой? Как вы? Вокруг царя это все было. Вокруг царя. Вот. Но, значит, вот с этими финансированиями есть какая история. Это, значит, у каждого фонда есть свои сроки, да, подачи. Допустим, у нас можно на документальное кино подавать два раза в год только. Там, в феврале и там, в конце августа. Плюс ты ждешь там где-то, по-моему, срок 50 дней или что-то такое как-то не решает. И так со всеми фондами во всем мире. То есть это не то, что ты вот решил сегодня подать, завтра подал и где-то там через неделю получил ответ. Нет, ты ждешь этого. Ты не знаешь, дадут тебе денег или не дадут тебе денег. И вот в связи с этим, почему, скажем, если мы берем фильм, как он, фичер, новый, полнометражный, когда мы берем полнометражный фильм, ну то есть длинный фильм, который там больше часа идет. Обычно там средняя длина фильма 90 минут средняя, то ты подаешь все-таки, пытаешься найти эти деньги в разных местах и везде тебе надо ждать. Ты спадал и ждешь, подал и ждешь этого срока. На это уходит время. И поэтому говорят, что вот, например, средняя продолжительность производства документального полнометражного фильма минимум три года, минимум. И это не то, что ты там все эти три года снимаешь, или там даже, может быть, тебе, может быть, и не нужно в этой истории так долго снимать. Просто в силу финансирования, специфики финансирования, у тебя уходит на это довольно много времени. И это надо понимать с самого начала. Обычно, очень часто бывает так, что читаешь там, когда эти первые заявки, там всегда как-то очень быстро написано, когда будет фильм готов. И ты понимаешь, что это нереально просто. Это люди наивно представляют себе это. Короткий фильм, да, можно, но длинный нереально. Вот просто даже по этим, я уж не говорю о том, что там у тебя для длинного фильма тебе нужно, чтобы ты как-то историю развивалась, что-то происходило по жизни. Жизнь сама бы, что ты участвовала в этой истории, и тебе нужно для этого время. Но еще как-то чисто технически, вот для того, чтобы профинансировать этот проект, тебе нужно просто время для этого. Ну ты сейчас говоришь про индустриальные фильмы. Да. Которые внутри, производятся внутри индустрии документального кино. Потому что, ну, можно же снять самому фильм, самому снять, самому смонтировать, выйти с ним на рынок и, грубо говоря, так сказать, продавать телеканалам, показывать на фестивалях, не проходя этот индустриальный фильм. Ну да, если ты можешь, если у тебя есть, если говорить вот про такой вариант, где ты просто снимаешь сам и не ждешь финансирования откуда-то, то, в общем-то, скажем так, до момента, ну, постпродакшена, ну, скажем, ты тоже и монтируешь сам, да, монтируешь тоже сам. Потому что монтажеру надо платить, и это так не дешево тоже, ну, допустим, ты сам можешь снять, ты можешь, ты не должен никому платить, сам снимаешь, сам, там, и оператор, и звук пишешь сам. Но вот в какой-то момент ты доходишь до ситуации, когда, там, в постпродакшене, не знаю, тебе нужно сделать цветокоррекцию, тебе нужно какую-то музыку очистить, все равно какие-то деньги нужны, да. То есть, ну да, можно быстро снять. Ну давай тогда, может быть, вот твой опыт работает на фильме «Родные». Там была, там была такая ситуация. 2014 год, начинает набухать война в Украине, начинает набухать аннексия Крыма, она еще не произошла. И я принимаю решение остановить работу над фильмом, который я делаю, и начать съемки фильма в Украине о своей семье, родной. У меня нет ничего, точнее как, у меня есть победа на питчинге государственном в России, но буквально через какое-то время Россия отменяет это решение, министр культуры отменяет решение своего этого департамента. На меня там ставится запрет на финансирование в стране, значит мне нужно снимать, денег нет. Я начинаю съемки без какого-либо финансирования, более того еще параллельно идет процесс моего переезда, вообще уезда из России, я уезжаю в Латвию. Оказывается, условно на пустом месте ничего нет. В августе месяце, значит съемки я начинаю в марте 2014 года, идут съемки с оператором экспедиции, ну все как положено. В августе месяце я выхожу на первый питчинг, который проходит в Риге, в Балтикси форум. В сентябре он проходит в Риге. Он 27 августа, по-моему. Ну окей, начало сентября, не судя. И вот на этом питчинге в проект приходит Марианна, которая входит в проект, понимая, что она этот проект будет подавать ему дальше рассказать. Да, я как раз про это хотел сказать, потому что у меня с моим проектом та же самая ситуация была. То есть я подвожу теперь вот в какой момент, когда вы начинаете искать финансирование. Да, нет, все-таки очень важно вот что еще сказать, мы сегодня вот уже успели переговорить, что очень важно, если в вашей стране есть свой собственный кинофон какой-то, да. То есть где вы можете получить вот это первичное, самое первое финансирование, даже если оно очень маленькое. Потому что, во-первых, его легче получить, да, у вас меньше конкуренция, вас знают лично, да, вы знаете там еще этих людей. Вы получаете это первое финансирование, это как очень важный шаг в дальнейшем. То есть это как ваш, значит, знак качества, что уже вас кто-то поверил, да, и вам дальше немножко легче становится. Без национального финансирования возникают проблемы. Сейчас расскажу, в чем они заключаются. Значит, вот сегодня уже Виктория говорила про питчинге. Да, на питчинге вы питчинкуете свой проект для потенциальных сейлз-эджентов, дистрибьюторов, там, бродкастеров. Ну, в фестивале они сидят там, но они вам еще рано о фестивале думать, потому что фильм еще только в начале, так сказать, пути. Ну, они так запоминают, если им что-то понравилось. Так вот, в последние годы, конечно, получить финансирование во время питчинга типа вот от панелей, в отличие от того, что у нас происходило в последний раз с Виталием, мы с русскими, где реально были деньги, поэтому мы смогли их распределить, в принципе, денег получить практически невозможно. Честно вам скажу, чтобы не было разочарования у вас потом. Это поменялось годами, потому что у самих бродкастеров стало меньше денег, там, по сравнению, там, как 15 лет или 20 лет назад, я знаю, что были золотые времена, мне же все это рассказывали, не купались буквально. Там борьба была за каждый проект, кто больше даст, кто перекупит. Этого сейчас нет, это довольно формально все, но это не значит, что не надо участвовать, потому что самое эффективное, что вы можете, в принципе, получить во время питчинга, найти у продюсера. Вот так случилось тогда в Риге, мне понравился проект, я знала участников, знала Виталия уже, Симон уже тогда, по-моему, была, но она была в Риге тогда тоже. Была в Риге, да, но она как бы официально вошла в проект во время питчинга, но она уже неформально была в проект. Да, вот, и мы таким образом, плюс Бунтис, латышский продюсер, мы вот таким образом без российских денег собрали бюджет для... Что это значит? Вот, значит, мне понравился проект. Я не буду делать co-production, если мне не нравится проект. Я должна сама в него поверить в первую очередь. Вот просто сама мне неинтересно. Потому что, опять же, повторяю, работа над документами – это долгий процесс, долгий. Ты должен любить этот проект, чтобы не разочароваться там буквально на первых же шагах. Ты должен где-то тоже, в общем, лучше знать участников, потому что всякие могут быть неожиданности. Это такое, вы вступаете в некий такой брак на время, да, там, что вы должны доверять друг другу, понимать друг друга и помогать друг другу. Специфика co-production, вот, важно понимать, в чём она заключается. Когда я сказала, что я готова тоже вступить в этот проект, я буду подавать в наш кинофонд, это называется minor co-production, то есть это минорное сопродюсируемое, то есть с маленькими деньгами. И если мне дают, мне дали в итоге деньги, если мне их дают, то сто процентов я должна потратить в Эстонии. Я не могу, это не значит, что мне дали деньги, я их отдала Виталию, да, там, бери, делай что хочешь с ними. Значит, у меня есть условия, то есть я когда подаю документы, я пишу, как я буду тратить эти деньги в Эстонии. Это должен быть некий артистический вклад в этот проект, так называемый creative input. То есть у нас есть такая таблица, разработанная практически во всех фондах, международных, европейских, где участие, допустим, композитором, не было в нашей ситуации композитора эстонского, но если композитор, допустим, эстонский, я получаю там два очка за это. Это там звукорежиссер, там, одну очку, там, соавтор, там, три очка, там, в зависимости от этого, да, вот ты набираешь определенное количество очков и конкурируешь с другими проектами, которые тоже подавались, и они тоже там хотят свои деньги получить, и у них тоже какое-то участие. Вот, и дальше, когда мне дают деньги, мы договариваемся еще, естественно, заранее, значит, вот, в данном случае с Виталием, что я могу покрыть, да, то, что у него свобода. Проблема с документальными фильмами и проектами в том, что довольно маленький диапазон, где ты можешь, ну, как-то комбинировать. С игровыми легче, там, больше людей, актеры, там, если все такое. Ну, с документальным что? Во-первых, документальный фильм обычно, ну, как, режиссер, он сам же и сценарист, правильно? Ну, как-то редко бывает, там, за тебя напишут эту историю, ты нашел эту историю, ты ее развиваешься. Обычно режиссеры уже работают со своими операторами, допустим, да, то есть они привыкли, они понимают друг друга, им легче это организовать все. Значит, что остается? Монтажер остается, да, это творческое, так сказать, участие. С монтажером проблема в том, что это довольно долгий процесс. И представить, что, допустим, Виталий тоже поедет в какую-то и к страну и сидит там месяцами на монтаже, это просто очень дорого будет даже стоить, ну, просто его пребывание нужно будет оплатить тогда. Что остается? Остается звукорежиссер, постпродакшн, композитор, цветоколлекция. В принципе, вот это такой стандартный набор. Вот. И дальше, значит, вот я получил деньги, и вот эту работу мы делали, значит, в Сталине. Вот он, в Сталине приезжал с Сашей Ивановой, с оператором, они делали цвет, и звук мы тоже писали, ну, сделали озвучку, как сказать, в Сталине, эти деньги были потрачены в Сталине. И так, в принципе, ну, во всех европейских, скажем так, странах эта система работает одинаково. Есть какие-то небольшие исключения, на том, в Латвии даже у них есть немножко, они какой-то процент майнеры могут потратить не в своей стране, у нас такого нет, ну, шестого процента должно быть. Еще очень важный момент, что практически нет фондов, которые покрывают деньги назад. То есть вот с момента, когда фонд одобрил твой проект, только с этого момента открывается финансирование. Почему я сказал, что мы начали снимать до... Потому что в итоге у нас получилась большая попродукция Германия, Латвия, Эстония... Украина. А? Украина. А, конечно, Украина. Значит, но все съемки до сентября, а это было 3 или 4 экспедиции, они в итоге не были покрыты ни одной стороной. Но выбор был такой, либо ты делаешь фильм, потому что события уходят, либо ты ждешь бюджет. И очень нередко я, как продюсер или как фестивальный менеджер, вижу проекты, которые в погоне за деньгами просто все теряют. Вот они собрали бюджет, а потом снимать, извините, нечего, и начинается какая-то формальная шняга с большим бюджетом. И поэтому здесь всегда нужно решать, принимать это решение, брать эту ответственность на себя. Да, но это риск, который ты берешь на себя как продюсер в первую очередь. А мы сейчас продюсерская сессия, поэтому я как бы говорю, что здесь это понимание очень важно. Картина, которую я сейчас закончил, последняя картина «Восточный фронт», мы приняли решение, что мы эту картину делаем в августе месяце с моим украинским режиссером. И в августе месяце ни один фонд нигде не было никаких. Обычно заявки занимаются весной и осенью, как правило. В итоге даже мой латвийский кинопонд, а я в Латвии уже латвийский режиссер и уважаемый, то есть я бы получил деньги, мы даже просто физически не могли подать на этот граф. В итоге мы сделали картину, где нет денег моего кинопрода, и мы, если говорить так совсем просто, мы потеряли условно гарантированные 1050 евро на проект, потому что мы просто могли физически подать. Но мы принимали решение, мы делаем фильм без этого, чтобы был фильм, потому что мы понимали, что он готов, что мы готовы к его реализации или не делаем. И уже в процессе, когда все мы сделали, когда мы, по сути, уже закончили монтаж, подошел срок рассмотрения чешского кинопонда. И мы с ними договорились, и они как бы последний вагон уходящего поезда вскочили, и нам обеспечили, вот тут мы как бы получили уже очень высокого качества и звук, и цвет. И мы делали на самой дорогой, одной из самых дорогих студий в Европе цветокоррекцию, прямо в том зале, где буквально незадолго до этого делали цветокоррекцию «На западном фронте без перемен, это получило Оскар». Ну, условно говоря, наслаждались возможностями, при том, что до этого мы считали каждую копейку, потому что у него вообще никакого бюджета, но зато в итоге мы сделали картину тогда, когда мы хотели. премьера ее состоялась в конкурсе «Берлинале», и сейчас она идет по миру. И если бы мы оттянули, возможно, этого бы запроса зрительского, фестивального и мистериального на картину не было. Поэтому это тоже… Да, это, опять же, специфика именно документальном кино, потому что у тебя уходит ситуация, она все время развивается, ты не можешь ждать, когда фонд откроется какой-то, ждать потом результатов. Это всегда риск. У меня с этим проектом была такая ситуация, что я изначально хотела, чтобы у меня был польский оператор. Мне просто очень нравится, как поляки снимают документальное кино, там был выбор, я сначала думала одного, но он не смог там, в первую поездку даже был, он был занят на другом проекте, я стала искать другого оператора, и у меня была сначала польская сопродюсерша, которая, значит, мне скинула какие-то ссылки. Да, я, естественно, я как оператор, скажем так, я же в двух ипостазе, я как режиссер хотела польского оператора, а как продюсер, мы получим польские деньги, да, как co-production, и покроем его стоимость вот этими польскими деньгами, то есть я как бы при этом экономлю свой бюджет. А в итоге получилось то, что я нашла потрясающего оператора, совершенно вообще, я страшно им довольна, но мы не получили больших денег. И я заплатила все, ну, не только его работу, но он же должен был, я летела из Сталина, он из Варшавы, все наши несколько поездок в Екатеринбург и оплачивала я. Ну, то есть я не вернула эти деньги, ну, у меня был там, я получила финансирование там полностью от Эстонии, я получила финансирование из Sundance, я получила финансирование от Creative Europe, есть такой, значит, фонд, это для европейского кино. Ну, то есть я сама как режиссер вообще ничего не делала, я себе не платила вообще, вообще на копейки, вот. Ну, я, так сказать, моя фирма, у меня своя собственная компания, я, ну, как бы, фирма жила на эти деньги, скажем так, пока это пройдется. И то же самое получилось у меня с монтажеров, потому что я хотела себе датского монтажера, да, на минуточку потом, потому что, опять же, мне нравится, как они монтируют свои фильмы, как они конструируют... Я думала, кто... Опять же, это же мысль, а потом я найду датского сопродюсера и датскими деньгами мы покроем его траты. Вот. И я как-то смотрела дома... У нас в Иисусской серии, наверное, много показывают хорошего документального кино, и я вот напала на фильм про Длатана Ибрагимовича, знаете, этого... Он шведский футболист. И я думаю, ну, что там про футболиста, как у Отцова, можно... Ну, какая-то там, по-третой этой истории. И я начала смотреть, и у меня здесь написано, что это интересно, что это такое. И я начала смотреть, и думаю, о, а кто же это смонтировал, подумала я. Вот. Ну, залезла в интернет, нашла еще фильм шоу, я нашла уже там «Контакт». Тоже я не знала лично, написала в Facebook, что я там такая-такая, вот, ищу. Вот. И у нас, значит, завязались какие-то, ну, переписка, все. В итоге у меня он стал моим, значит, монтажером. А с деньгами получилась такая история. Значит, я этот проект печенговала Датскому киноинституту. У них там есть другая ситуация, ну, в смысле, организованно. У них там есть экспорты, которые работают в киноинституте. И ты можешь напрямую печенговать, и они сами решают. То есть там нет каких-то общественных печенгов, каких-то советов. Это решает вот конкретный человек. Их там три обычно. Вот одному себе про печенговать. Я про печенговать, я очень понравился этот проект. Он говорит, ну, ищи, я там, я поддержу, ну, ищи продюсера теперь датского, значит, этого. Это дело тоже я писала, я лично никого не знала, кому-то писала. В итоге, значит, одна датская продюсерша очень известная, она уже, в общем, не очень занималась производством. Ну, а там какой-то открыт номинейтинг и все такое. Она сейчас ЭАВ, такая тоже школа, ну, платформа обучения, она там директора. Короче, она согласилась, ей понравился проект. И что там было вообще? А в Дании такая история. Для того, да, вот мне датский институтов сказал, да, мы готовы поддержать. Но для того, чтобы подать туда документы, у тебя уже должен быть в Дании либо дистрибьютор, либо телевизионный канал, который подтвердит, что он хочет этот фильм, то есть он в итоге покажет. И ей не удалось получить эту бумагу. То есть она вообще не смогла, наверное, подать. Не то, что там ей не дали тени, она не смогла подать. И в итоге данского монтажера оплатила я. Круто, да? Да, молодец. Удачный пойду сошли поэт. Да. Зато я сделала то, что я хотела. Да. И этот опыт мне ничем не сравнимый. Я испытывала ослаждение, так сказать, работая над этим фильмом все время. То есть у меня было куча разочарований, когда мне давали денег. Но при этом сам процесс работы, он ничем не сравнимый. И это был, на самом деле… Я просто, знаешь, как в возрасте уже решила, что я хочу сделать то, что я хочу. И поэтому я делала то, что я хочу, так я так делала. Да. А фонды, которые вы пишете… Кто ли пытаетесь выносить? Чуть-чуть вернулся. Короче, когда вы пытаетесь бюджет выбить, фонды могут там, ну, как-то, влиять на… Ну, то есть… На ТИМ? Ну, да. На художество решение. Редактору, короче, можно носить. Фонды нет. А, ну, то есть… Нет. Это и твое дело. Нет, но они влияют на фильм в том смысле, что, подавая проекты, должен соответствовать требованиям фонда. Это может быть заложено в самом требовании, что фильм должен быть такого хронометража. Он должен, допустим, тогда быть выпущен. Он должен там-то сниматься. Он должен сниматься… Нет, нет. Ну, не совсем. Бывает фонд, который, допустим, рассматривает только проекты женщины-режиссеры. Нет, нет. Это то, что я говорила в самом начале, что вам надо почитать сначала рекламент фонда. Там вообще можете либо подавать. Может, ваш документ, ваш проект вообще про что-то другое. Но кинофонд – это какие-то специальные фонды, так, тематические. Но вот такие классические национальные кинофонды – это твое решение, про что ты делаешь кино. Но длина в том смысле, что есть отдельно обычно программа для, допустим, короткометражек. Они финансируют, понятно, до 30 минут, допустим. И полуметражных. А там опять это твое решение. Как получится, какой длины у тебя будет фильм. Может, 7 часов, а может, 4 минуты. Поэтому это свободно. В этом смысле нет. Это абсолютное право автора. И выдело, чтобы мог не дать медик. А подскажите, вы говорили, что вначале вы получали с другой группой про Евгения Ройзмана фильмов. Да, да, да. Но что-то с ним пошло не так. Вот что делать? А вы уже получили деньги. Значит, у нас – это хороший вопрос – у нас такая ситуация, что если ты… У нас разбито, мы можем получить только на девелопмент сначала, то есть на развитие проекта. Это отдельно. И потом, когда ты там что-то уже сделал, как будто у тебя трейлер нормальный сделан, там все договора уже сделаны с группой, то ты подаешь на продакшен, так сказать. И вот почему это разделено? Ну, во-первых, это меньше деньги, понятно. Вначале ты многое можешь еще не знать, что у тебя не совсем там все понятно, как будет развиваться. У тебя есть возможность, так сказать, углубленно заняться проектом. И дальше, если у тебя не идет он, то, в принципе, ты не возвращаешь эти деньги. То есть в договоре, да? Да, да, да. Это очень хорошо. Мне, правда, потом засчитали, что они мне уже дали на этот проект. Вот. Но я там не стала оспаривать, потому что, ну, как бы с точки зрения, там, Таллина, Екатеринбург, там, про Ройзмана или не про Ройзмана, им все равно. Ну, то есть у вас получились переходные деньги, как бы, на этот проект? Но я их уже потратила. Вот. Поэтому, ну, в принципе, такая возможность есть, что у меня был один проект, я продюсировала эстонский проект, там, мы получили деньги, а герой умер, допустим, да? Ну, что-то, да. Ну, ничего, ничего, он остановил проект, и мы не возвращали эти деньги. То есть это прописано? Ну, то есть он вычитался там за потраченные деньги, а не потраченные вернул, допустим, да, такое возможность. Могли быть все быть потрачены, поэтому, да, это не возвращается. Ну, это не, смотря какой фонд, не у всех такой. Я в России знаю, что нет. То есть они сразу дают нападающие только. Извините. Да. А какие фонды, вот, ну, как бы, требуют ко-продюсера? А какие гранты, например, дают? Нет, знаете, как, тут надо вот из чего исходить. Вот, например, Creative Europe, о котором я упоминала, да, но туда могут подавать только, опять же, вот в регламенте, если вы в расчете, только члены Евросоюза, и там еще примкнувшие им, там, типа, я не знаю, там, Люксембург, ну, какая-нибудь такая вот страна. То есть, ну, не могут все подавать. И там, например, поскольку это фонд для поддержки именно ко-продукции, то ты подавая даже на девелопмент, ты должен показать, что у тебя потенциальные могут быть, даже если у тебя еще нет. Нет, ты должен показать, обосновать, почему вот именно с этим ты хочешь делать ко-продукцию с этой страной, допустим, или с этой компанией. А может, у тебя вот на момент подачи на девелопмент уже есть какой-то ко-продукция, то есть ты показываешь это такое. Они, как бы, хотят поддерживать именно вот ко-продукцию, там это важно. А, допустим, когда я подаю там какой-нибудь, допустим, другой фонд, они на это не смотрят. Но у тебя же есть какой-то изначальный бюджет, который ты пишешь, да, и ты понимаешь, что, допустим, из Эстонии я могу только вот там 100 получить, допустим, да, а у меня бюджет 200. Где эти еще 100 возьму? То есть мне нужно понять самой, как продюсеру, а где я буду, как я буду собирать эти, чтобы этот бюджет наполнить. И я пишу тогда, что вот у меня потенциально, может быть, там, со-продюсер, там, из Польши, из Дании, и вот они войдут вот с такой суммой, тогда эта сумма покроет там то-то, то-то, то-то. Я понятно объясняю, да? Ну, понятно, просто вы не ответили на вопрос. Подождите, а уж какой вопрос? Ну, вот, какие фонды можно... И чуть-чуть громче вопросы, потому что не слышно. Какие фонды можно подать без со-продюсера, если его нет? Ну, как же. Ну, я так не могла ответить, и это невозможно ответить, потому что их, во-первых, в фондах много, ну, Виктория же показывала, я же не могу сейчас опять пойти по всем. Ну, вот, например, бета-фан, там, важно, чтобы был. Это надо читать в регламенте, да? Можно я переформулирую вопрос? Да. Видимо, речь идет еще о том, что обязательно ли при получении денег в другой стране искать ко-продюсера? Что дает ко-продюсер? И как его искать, если вдруг это необходимо? Значит... Сложно... Ну, вот то, что вы говорили, да? Давай я уточню. Уточню. В зависимости от того, на что вы подаете. Скорее всего, без продюсера вы можете подать фонд, не государственный фонд, а фонд какой-то негосударственный, на развитие проекта. И в стадии развития проекта вы все равно должны будете найти продюсера, чтобы продюсера как юридическое лицо, который может уже подавать ваш проект в какую-то государственную институцию, потому что государственная институция с частным лицом вообще не имеет никаких дел. Это первое. Второе. Если вы подаете в эстонский кинофонд государственный, понятное дело, вам нужен эстонский продюсер. Что он в этом проекте может, что он этому проекте может предложить, потому что... Ну, условно, вот давайте, ситуация. Вот у вас есть проект, вы отсняли материал, какой-то совершенно фантастический, и вы хотите сделать картину. Вот у меня была история с фильмом «Свидетель Путина». У меня весь материал был снят, весь, полностью. И мне нужно делать картину. У нее, мне нужна там, реставрация материала. Потому что материал 2000 года, снят на этой все еще чуть ли не Батакамы и СПИ, реставрация. Очень дорогой процесс. Мы смотрим по миру, где делают эту реставрацию. Выясняйте, делают хорошо в Швейцарии. Но цена просто космическая. Но мы думаем, ну окей, ладно. Короче говоря, мы обращаемся к швейцарскому продюсеру. Он смотрит материал и говорит, все, окей, я вхожу. В итоге они оплачивают. Я просто сейчас даже не буду вас цифрами пугать. Мы сидим, живем в Цюрихе полтора месяца. Студия работает на нас. Мы реставрируем эти материалы. То есть дорисовываем буквально графически, так сказать, там все, чтобы оно как-то смотрелось. Потому что там половина материала просто рассыпалась. Но швейцарский продюсер понимает, что он получает, что он может. И поэтому он возникает. В другой стране мы делаем хороший, качественный звук в большой студии. Потому что, опять же, те материалы были сняты. Ну что там? В лучшем случае какой-то стереозапись. Мы делаем тонировку, шумы, превращаем эту хронику в такой уже набухший настоящий кинематографический материал. Там тоже получаем большие деньги. Ну и, соответственно, в Латвии мы получаем на монтаж, на то, на сё, на пятое и десятое. Вот три страны собираются и делают картину. В другой схеме это уже не работает. Вот мне уже, допустим, с другим фильмом идти к этим швейцарцам бессмысленно. Потому что они не наберут тех своих баллов. Я не снимаю в Швейцарии. Картина не связана со Швейцарией. У меня нет швейцарских этих самых участников. И при всем желании фонд очень доволен был фильмом. Они получили там все свои баллы в виде призов. Потому что фону тоже важно, чтобы фильм потом был показан, наш фильм был показан в десятках стран мира по телевидению, там по сотню фестивалей, там какое-то количество призов. Они тоже все ставят галочки. И чиновники в этом фонде отчитываются, мы правильно вложились, мы приняли правильное решение. И они как бы говорят, давайте, приходите к нам делать дальше. А мне нечем, мы не можем найти с ними никакой точки соприкосновения, потому что... Общего интереса. Общего интереса. Общего интереса нет. И это важно понимать, когда вы движетесь по фондам. А расходы на поездки, вот режиссерские диктанты заработной платы, тоже они оплачивают или это мы должны у себя на них платить? Нет, они это не оплачивают. Так как я представляю Латвию, мне мою зарплату или мой гонорар должна покрывать латвийская сторона. Но пребывание в Швейцарии оплачивали они, правильно? Билеты, апартаменты, суточные, что-то еще. Ну, естественно, вся работа этой студии. Это все, грубо говоря, под момента, когда ты садишься на самолет, все начинает платить Швейцария. Но если у тебя картина съемочная, ты ее снимаешь, не знаю, в Эстудии, в Украине. Ну, тут никак в Швейцарии и ты в Швейцарии не очень. Ну, я думаю, тут еще вопрос был, если я правильно поняла, еще в том, что мы как-то не очень, по-моему, акцентировали сегодня. Но это очень важно сказать, что, почему я говорила в самом начале, потому что у вас вы студенты, то пользуйтесь своим статусом сейчас и максимально возьмите от этого, потому что дальше просто режиссер без продюсера или режиссер-продюсер Тодалкей, то есть своя компания должна быть, юридическое лицо должно быть. То есть все эти подачи, как правило, это только юридическая компания подает. То есть это не режиссер подает все эти документы. Нереально просто режиссеры, там, я икс, режиссеры подают. Это нереально. То есть есть какие-то вот эти векшопы для режиссеров чисто, да, это одно. Но если вы хотите получить финансирование под проект, то вам нужна юридическая компания, то есть продакшн-компания. Либо вы сами продюсеры и, так сказать, владеете этой компанией, либо кто-то у вас продюсер. И, в принципе, вот то, что сегодня шел разговор про печеньки, и, в принципе, первый шаг, это вы печенькуете. Если вы не продюсер тоже, да, у вас нет своей компании, и вы как режиссер ищите своего продюсера, то печенькуйтесь в первую очередь своим, в своей же стране, найдите, ну, в любой стране, мне кажется, есть все равно продюсеры. Есть фонд кино, просто у нас в прошлом году была проблема именно с ко-продукцией. То есть наш национальный фонд не дружит, грубо говоря, с международными фондами. Были прецеденты. Ну, это я могу... Так он и не обязан дружить. Да, это я могу понять. А вы из Казахстана или откуда? Я. Да. Вот я просто сегодня уже немножко поговорила, я поняла там, понимаете, у вас какая проблема, вы даже бороться за это. Проходили свое время в Украине, так сказать, не знаю, они решили эту проблему или нет. Дело в том, что фонд, любой кинофонд, он независим от государства должен быть. И у вас, я так поняла, фонды получают все права на ферме. Да. И вот в этом основной конфликт. Да. А все, так сказать, европейские продажные компании, они независимые. То есть, если я получаю деньги из Эстонии, наш фонд никаких прав на этот фильм не имеет. Он просто дает грант. Он имеет право только его там рекламировать где-то, использовать каких-то некоммерческих целей и доцепить, так сказать. Ничего другого нет. То есть, у вас основная проблема. Поэтому у них проблема работы не за то, что они там недружественные или кто-то, а у них проблема по правам. То есть, вам нужно в первую очередь решить вот этот вопрос. Они должны отказаться от прав на… они могут только вас поддерживать, рекламировать, так далее. Государственная компания не может быть коммерческой. Они не могут зарабатывать на этом фильме, да. То есть, у них нет интереса его продвигать, потому что, ну, другие цели, то есть, они должны помогать вам, а не, так сказать, забирать вас наоборот. То есть, вам нужно этот вопрос решить. И если вы решите этот вопрос, то дальше это вы сами будете решать, с кем вы будете работать и с кем вы не будете работать. Колку продакшн с кем делать. Это… я знаю, что в Украине было то же самое. Я в свое время, когда делал… еще у меня был один игровой фильм. Я была колку продакшн. А, нет. Шахту даже. Вот с этим была проблема. Потому что у меня был украинский колку продюсер. И вот этот договор, но у нас в итоге нам не дали деньги. В фонде кино этот… там были политические всякие дела. Но, когда мы обсуждали, я говорю, а как договор-то составлять при этом? То есть, это была фигкина грамота, на самом деле. Потому что, ну, просто по правам там невозможно договориться. Чуть юридически. Правные тоже самое. Они… Да, да, да. Вот мне интересно, они уже решили этот вопрос или нет? Ну, мы, на самом деле, подписали формально, что у них права, но просто не… Правильно. То есть, это фигкина грамота. Потому что, на самом деле, это не выдерживает никаких юридических экспертиз. Вы сказали, что после того, как мы закончим наши там институты, киношколы, то без продюсеров мы не сможем. Тогда вопрос, как искать продюсеров? Вот через эти печеньки, которые сегодня… Да, вот смотрите, еще раз повторю, что в первую очередь ищите у себя, в своей стране. Тем более, если у вас уже есть какой-то фонд, который как-то может поддержать, какие-то первые деньги получить, начните печеньковать своим продюсерам. С моим продюсерам, в первую очередь. И дальше уже двигайтесь дальше. Потому что, вот еще какая проблема. Понимаете, вот получить от фонда, национального фонда, допустим, эстонского или латышского я беру, да, очень, практически невозможно. А сейчас, как совсем, мне кажется. Имея режиссера из другой страны, практически невозможно. Просто в России сейчас проблема такая же, как и в Казахстане. Основные фильмы, в общем-то, заказчики в таком кино и институте культуры. Фильмы какого качества и какого рода сейчас, особенно, там они будут спонсировать. Я думаю, вы понимаете? Ну, вот у Виталия была инициатива, где удалось поддержать. Вы меня и не позвали. К сожалению. А какой проект? Ты подавал на печень? Аргур Фрес мне подавал и на печень. А, на печень? Ну, вот так. А надо было подавать? Конечно, надо было подавать. И когда, Марьяна говорит, печеньковать, это не обязательно подавать на печень. Это значит, что посмотреть фильмы, которые вам кажутся созвучными тому, что вы думаете, что вы бы хотели снимать. Посмотреть, кто продюсировал эти фильмы. И, может быть, напрямую обратиться к этому продюсеру со своим проектом, потому что он уже это делает. Ну, например, давайте я сейчас, так сказать, не то, что я призываю вам всех снимать оппозиционное кино, но, например, вы хотите сделать картину о какой-то ситуации, так сказать, оппозиционной ситуации в России. И вы думаете, блин, ну, в России же нет продюсеров, которые готовы рисковать. Но фильм это про оппозицию есть. Есть же фильм «Новое величие». Кто там продюсер? А, Киткович. А где Киткович? Во Франции. Понятно. Значит, может быть, нужно писать во Францию Китковичу, прислать ему фильм свой. Или там Римунда в Чехии. Он там тоже продюсировал. Послать ему свой фильм, предыдущий, ссылочку. Ну, сначала написать, что, в принципе, можем ли мы поговорить. Может быть, он ответит. Написать, у меня вот был фильм в программе «Ардуркест онлайн», например. Вот так сказать. Может помочь. Уже обратил внимание, посмотрел этот фильм, у меня есть новый проект. И это и есть пичинг. Это степ-бай-степ. Какой у тебя фильм? Как называется? Переезд. Переезд. Хороший фильм «Переезд». Вот, я его видел. Как сказать, можно вполне с этим фильмом двигаться дальше. Просто двигать себя. Да. Ну, то есть, да, может быть, мне неправильно правильно пичинговать, это не значит вот это большие там форумы. Даже я вам лично пропичингую свой собственный проект. Да. Да. Да, да, да. То есть, пичинг – это просто, в принципе, что вы свою собственную идею пытаетесь, значит, кому-то продать. Ну, не продать – это тоже неправильное слово, потому что подумайте, что это шанс деньги вам надо. Да, а вообще, пичинг, насколько я знаю, может быть, это легенда и, скорее всего, это легенда, родилась эта идея от того, что какой-то молодой человек заскочил в лифт к… Вот, то есть, в первую очередь, вы ищите человека, который имеет статус продюсера и что-то уже такое снимал похоже, что может заинтересоваться вдруг. Вот таким образом. Ну, я не даром вам рассказал, как я нашла себя оператора и монтажёра. Знаете, в наше время, когда есть интернет, это вообще… Это вообще не проблема, да, то есть, смело… Ну, Георгия Тихонович, вот, рассмело, я получаю какую-то тучу, личку от молодых режиссёров писем и наркотиков сражения. Вот, я снял там материал, там, значит, 20 часов, посмотрите и расскажите. Или вообще, какой-то такой вопрос, я хочу делать кино, что мне, значит, делать в первую очередь? Ну, понятно, понятно. То есть, просто, когда вы… И это… Я не злопамятный, я не запоминаю, потому что я реально получаю много, ну, месяц, наверное, по 10 таких обращений. Я не запоминаю, кто, но, в принципе, очень концентрируйтесь, когда вы обращаетесь. Очень, так сказать, формулируйте, чтобы зацепить человека на ответ. Потому что, откровенно говоря, я не отвечаю ни на одно из этих писем. И если б я запоминал эти имена, я бы ему треть не отвечал. Да, да. Это не уважает. Такое обращение – это не уважает. Нет, нет, но почему мы используем слово «пич», то это, в принципе, такая же профессиональная штука, даже если вы конкретно кому-то печенгуете, ну, в смысле отсылаете, то есть, письмо – это тот же «пич». То есть, вы должны как можно коротко, да, чтобы не тратить время уважаемого человека. И чтобы он все-таки как-то прочел это, значит, чем короче, тем лучше. Значит, у вас, может быть, этот «логлайн», так называемый, в общем, такой очень четкий, и хорошо, какой-то либо ссылка на предыдущий фильм или какая-то информация, да, что будет показываться там, либо у вас уже есть какой-то тизер, точный тизер, значит, все, что очень коротко. И дальше, если человек отвечает вам, да, значит, есть какой-то интерес, и тогда вы уже вступаете в переписку, уже можете, вы можете спросить, а вы пришли ко мне, есть ли у тебя там тритмент или еще что-то, и тогда вы досылаете вот эту недостающую энергию и уже там как сложится, так говорится. Но первое – это точно, вы должны понимать, что все люди заняты, и все получают кучу писем, и должно быть как-то так это сформулировано, чтобы зацепить интерес был бы у человека, да, как будто что-то такое должно быть. Это тот же elevator pitch, то есть это только, ну, в письменной форме там, в письменной форме. Вот, значит, начнем восстановить. Какой-то вопрос был? Вот у меня вопрос, все-таки это не вот среди плюсы, если тренировый продюсер в одном лице, вот для… Я не знаю, я не могу сказать, но минус, может быть, да, скорее минус, потому что мало таких, как я. Не, ну это реально, это просто, это просто разная работа, вообще разная работа, это далеко не каждому подходит, да, это вот просто… Время исключающего. То есть я вот, когда делаю свой проект, я не так много, как режиссер делаю, да, но когда я делаю, я всегда, вот у меня на две части раскалывается, то есть я сначала в одной роли, потом в другой, и вот, например, ну вот способ моих рассуждений, допустим, я как режиссер, я понимаю, что мне, допустим, надо еще раз съездить и поснимать, да, вот еще у меня не хватает чего-то, да, но как продюсер, я понимаю, что во что мне это выявится, да, и если бы я была не режиссер, то я бы поспорила с этим режиссером, нужно ли ему. То есть я могу себе позволить, да, за счет того, что я сама себе не плачу, я могу себе это позволить, и я понимаю, что у меня тут для фильма, я поеду и сниму. Но если я буду как продюсер только как решать, я буду спорить. Вот, или я буду так продумывать, что, ну, что, гарантированно, что нам, допустим, не надо было больше поехать, потому что мы все получили. То есть это такое, ну, в одном лице, это, у нас, кстати, в Стане недавно, у нас наш кинофонд решил записать в рекламент, что больше документальное кино не может быть и режиссер, и продюсер. Представляешь? Ну, в итоге, я не знаю... Нельзя подавать, что ли? Да, нельзя подавать, но тут же это известно. Ну, смешной перепиской, когда я не участвовала. Я просто читала эту переписку. У нас есть этот гильдия документального кино, и там внутренняя началась бура такая, и стали меня говорить, ну, как? Ну, жизнь, как же это нормально, это же реально, как это? Ну, я, например, не представляю, как я могла бы делать свое кино. Но, не, я бы, может, даже и хотела, чтобы я был продюсер. Ну, все мои проблемы бы решала, и я бы только хотела. В творческих это все. Но, да, это сложно. Это просто разное. Это совершенно разное. Я уже показала в начале, сколько вот всего надо, в конце этого, ты должен все время об этом помнить. И вся организация для тебя абсолютно все. Но, правда, с документальным кино там тоже все-таки режиссера очень много... Ну, это его история, это его контакт, это там... от него много так зависит, от него тут тоже немножко... Но есть просто какие-то технические вопросы, которые, ну, сложно надо помнить, что их надо делать, и надо там в процессе... Какие-нибудь еще вопросы... Не боитесь, не будете спрашивать, прошу? Вопрос вот с современными. Сегодня, в нынешней политической ситуации, какие условия взаимодействия и с производственными, и с фондами, и... для российских авторов? Для российских авторов, да. Ну, ой... Тут дополнительно, просто вы рассказывали о том, что вы действительно фильмом российским помогаете и так далее. А каким образом вот контроль, отчеты, опять же, как это все будет контролироваться на той территории? Ну, насколько мы вчера выяснили, не только российские, но и в разных странах, просто... Прошу прощения, что я в варианте немножко... Значит, это первое. Для российских фильмов сейчас самая неблагоприятная ситуация, и абсолютно справедливо это происходит. Я здесь хочу, как бы, подчеркнуть, что не нужно, как бы, читать себя невинно обиженными, там, чего-то лишенными. Россия — страна агрессор, преступник, и, конечно, отношения всех мировых институций основных соответствуют вот этой парадигме. Но при этом есть проекты, которые так или иначе готовы поддерживать. Но для этого нужно, чтобы проект представляла не российская компания. Соответственно, те проекты, которые, допустим, прошли, вот 10 проектов, которые прошли на финал Питченгарту Пест, ни один проект не имеет российского юблица. Там все так или иначе связанные с Россией люди, кто живет в России, кто жил в России, кто релагировался из России, кто, допустим, снимает даже не на российском материале, как проект. Вот Даниила, который занимается в Киргизии, в Киргизах, которые пошли, получили в свое время гражданство России, такое заманчивое для многих иммигрантов, и уже как граждане России пошли воевать по призыву на эту войну, и в Киргизии вернулись в качестве груза 200. Это важная тема, интересная тема. Она, как бы, получается косвенно связана с Россией, но это та тема, которая имеет более очевидный международный потенциал, потому что юридическое лицо киргизское, съемки в Киргизии, тема общая, так сказать, мировая, понятная. В Киргизии есть определенный интерес к новому региону, не очень известному, и так далее, и так далее, и так далее. Этот проект получил финансовую поддержку, которой вполне достаточно, чтобы провести съемочный период, снять материал, который будет предъявлен уже другим продюсерам, которые могут в этот проект войти. Вот, например, такая история. Или проект Виталия Акимова, который, если кто следит за программами «Андук Песто», мы в конкурсе показывали в прошлом году его картину «Мальчик». Эту картину он снял без какого-либо финансирования вообще. Мы получили этот проект, этот фильм просто на отбор неизвестного человека. Вот некий автор присылает картину. Когда мы посмотрели с Викторией, мы тут же приняли решение, что мы эту картину берем в нашу конкурсную программу. И вот эти лифты, которые работают снизу вверх, взяли на себя инициативу, даже не согласовывая с автором эту картину, показали отборщикам ИТФы. И они взяли эту картину в главный конкурс ИТФы. Хотя автор как бы даже не подавал ее, не заявлял, и вообще был на ней не в курсе. У этой картины большая хорошая судьба фестивальная. И сейчас он, когда началась полномасштабная война, он снял похожие эстетики, черно-белые, историю своего молодежного окружения в Москве, как они реагируют на появление нового фактора в их жизни в виде войны. Очень яркий, погруженный, интимный материал. И с этим материалом он эмигрировал во Францию, получил там гуманитарную визу. И уже как французский, по сути дела, режиссер и продюсер, он представляет эту картину и на печенке в международном пространстве, он получил от нас, это мы уже прямо одно пьесное взяли на себя, если я не ошибаюсь, порядка 70% его бюджета, что гарантирует доведение картины до, пока не менее, монтажа или даже до озвучания. И дальше он тоже может искать продюсера. Вот так вот просто из России прийти с продюсером, я думаю, даже бессмысленно начинать. Питчинг, например, Питчинг Балтикси Форум, прямо в регламенте своем написал следующее. Мы не рассматриваем проекты, поданные из России и проекты из третьих стран об третьих территориях. Это самая жесткая позиция, одна из самых жестких позиций, но немало институций работает в браках этой позиции. Что это значит? Это значит, что не рассматриваются проекты не только российские России, но и эстонские России, французские России. И нужно, когда вы работаете над своим проектом, нужно понимать, что такая жесткая позиция тоже есть. Есть и средняя позиция, более адекватная, скажем, ну, окей, безоценочная. Средняя позиция. Эту позицию ввел Ардукфест. Мы как институция не рассматриваем ни в одной из своих программ, ни в каком виде проекты, которые созданы или планируются создаваться при участии государственных институций России и опинированных с ней. Потому что мы тоже все понимаем, что в России не только министерство культуры является государственной институцией. Всякие акционерные общества типа «Госпром», которые много имеют медийных проектов, это тоже государство, но только опосредованно. И здесь что-то хотел сказать еще деталь важную. Ну, да, в общем, просто не вспомню. Ну, я как хочу, вот это очень важно, это для всех абсолютно, для всех, что не может быть проект поддержан государственной структурой российской. Это вне зависимости от жесткости, да, а это вообще-то исключено. Даже с фильмами проблема. Ну, фильмы уже готовые, фильмы, где была господдержка российское фестивале. И да, и хочу обратить внимание, что все проекты, даже вот, например, проект «Новое величие», который продюсировал Влад Путкович, российская компания, когда я был вовлечен в этот процесс, когда фильм вышел и готовилась его мировая премьера, многие фестивали стали отказывать. Даже которые изначально уже, как бы, отобрали фильм, стали отказываться от своих приглашений. И тогда авторы приняли решение убрать российскую компанию из титров. Это была попродукция «Россия, Нормегия, Финляндия и, по-моему, Дания». Убрать Россию из титров, там остался Петкович как физическое лицо. И только после этого проект получил свой пример в Шеппельде. И то было довольно-таки серьезное сопротивление, несмотря на то, что это абсолютно оппозиционная картина, рассказывает о преступлениях ПСБ перед гражданами страны и так далее и тому подобное. это было очень сложно пробить. Скажем, фильм «Выход» о тех самых маржах, который вошел в пикерку номинантов на Оскар. Мы его получили на отбор, значит, как российскую картину. Я еще и спросил, потому что мы его получили в первые дни войны. Я задал вопрос «Вы точно будете российской картиной?» В тот момент они сказали «Да, точно». Потом как-то шло дело и в итоге они убрали Россию из титров. И сейчас эта картина представлена как Британия, Соединенные Штаты Америки. Британия, потому что у нее британский дистрибьютор, Соединенные Штаты Америки, потому что там физически живет сестра Бугаева, один из авторов. То есть никакого финансирования. Финансирование — это частное финансирование, насколько я понимаю, семьи авторов. Но Россия в титрах очень токсичная. Любая там Россия, Москва. Вот мы сейчас в фуларах говорили про Московскую школу нового кино, в которой все уехали, она по-прежнему называется Московская. Но как-то Московская сейчас называется, ну правда, не самая лучшая. Сейчас уже там в Латвии была очень популярна русская горчица. У нас уже не русская, потому что люди не покупают. Виталий, по-моему, ты транслируешь точку зрения балтийских стран. Да, пожалуйста, Виктория, вот Виктория со мной спорит всегда на эту стену. Мой опыт говорит о другой позиции. Виктория, в микрофон подойди, потому что это интересен твой опыт. Виктория, в микрофон подойди, потому что это интересен твой опыт. Твой опыт разговоров с коллегами из Западной Европы, и особенно Америки, вот, например, там, с Трайбеккой, говорит, в общем, о другом. Ну, как мы знаем, законоверенность простая. Чем страна дальше от России, тем более мягкой ее позиция в этом отношении. Ну, вот, балтийские страны заняли там, прямо скажем, ну, вы за любящие свои имена, нацистскую позицию. Насколько она понятна и оправдываемая. Другой вопрос, но в Португалии, например, до Лизбоа, их отборщик мне сказал, да пусть мы строим российские фильмы. Я говорю, а в Португалии довольно удалена. А когда я говорю, ну, о России в титрах, он говорит, ну, конечно, что если фильм сделан в России, то пусть будет Россия в титрах. Посмотрим, отберем, не отберем. Но этого критерия не будет. Значит, артистик-директор Шеффилд, да, вот в июне как раз, в разгар агрессии сказал, что их заставляли отказаться от картины «Дело нового величия» украинскими письмами. Письмами украинской киноакадемии, украинских компаний, что это было давление с украинской стороны, не с европейской, не со стороны коллег, не со стороны институций. И поэтому они это игнорировали. То есть, в общем, это сложнее. Вот я почему. Что эта ситуация с отбором российских картин, она сложнее. Вот сейчас, например, в «Трамсё» была отобрана картина, независимая, сделанная в России. О России нашей коллеге Светланы Стасенко, она была отобрана. Света Стасенко не дали визу на видео, о чем директор фестиваля сообщила со сцены. Но при этом картина была в конкурсе. Это российская. Она сделана без участия, без государственной поддержки. Но это российская картина, сделанная в России. Вот сейчас, в феврале, была в конкурсе про всё. То есть, это сложнее. Ситуация, запутаннее. И, может быть, нашим друзьям из Казахстана и Узбекистана вообще не надо об этом задумываться. А мы слишком долго там разговариваем. Короче, есть три схемы. Можно вопрос по фильму? Да, наконец-то. Являясь предметом интеллектуальной собственности, вот готовый фильм уже сданный с производства дальше, он является источником каких-то дивидендов материальных для производителей? Или это только имидж или что-то? Реально, какова жизнь дальше этого фильма? Ну, с этим фильмом я пока ещё не знаю. У меня есть «Средизит» немецкий, «Разеншайн». Не знаю. Нет, в целом, не именно этот фильм, вообще. Ну, вообще сложно с документами. Ну, вот у Манского более успешные есть проекты. Может быть, ты больше расскажешь. Как успешно? Ну, я думаю, что это меня свадет. Да. А как? Зависит от проекта. Но вот, понимаете, какой такой момент важно учитывать. Значит, довольно чётко разграничиваются фильмы для фестивалей и для бродкастеров, или для стриминговых платформ в первую очередь. Да, стриминг, понятно, это бизнес, это они должны заработать. Они заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей там кликнуло и посмотрело этот фильм. А в фестивале ищут что-то другое, да, авторское кино больше, что-то такое, ну, так сказать, альтернативное, то, что не для большой аудитории. И редко, ну, метко бывают фильмы, которые, ну, способны и работать на фестивалях, и имеют коммерческий успех тоже. У нас, я бы так сказала, что наше вот это бывшее советское пространство, мы как бы вышли, наверное, типа из 60-х или из 50-х, ну, из 60-х годов. И у нас, так называемое авторское кино, вот это, там, поэтическое, такое-сякое, оно более, там, даже я смотрю по студентам, ну, вот в крови это сидит, это, ну, как бы, а основной бизнес где? В Америке делается, правильно? Американское кино довольно, там все должно быть понятно вообще. Если мы делаем, тем более, там, допустим, наши фильмы покрывают вот это пространство бывшего Советского Союза, там, для аудитории вне этих территорий, они ничего не знают, не знают ни истории, ни то, что сейчас происходит. Поэтому истории, которые им показываются, они должны быть, ну, для массового зрителя, если мы про массовое зрительство, это коммерция, да, то есть это должно быть понятно вообще, что там происходит. Если человек смотрит и не понимает, он не будет смотреть. То есть тут такие ножницы есть, да, то есть, с одной стороны, нам, мы как режиссеры хотим делать то, что, вот, как бы, нам кажется наиболее интересно, да, но это не значит, что это интересно для широкой публики, да. Да, фестивали найдут, но это всегда очень маленькая аудитория, безусловно, вот, поэтому прогнозировать что-либо, но это точно не, есть, конечно, исключение, безусловно, да, там, я хороший пример могу привести вам, но это тоже было американское кино, тем не менее. Есть такой документальный фильм «Икарус», на Нетфликсе он есть, посмотрите обязательно, очень хороший фильм, очень интересный. Это про допинг, вот эти допинг, скандал спортсменов и так далее. Эти ребята начинали, ну, тоже, типа, дело в том, что в Америке вообще другая система финансирования, у них нет никаких питчингов вообще, они там тоже практически начинают снимать сами, без всяких денег. У них там, ну, у них там фонд, разные есть фонды, там, вот, именно такие мелкие, даже, там, на очень конкретно, там, да, только, там, для латинос, или только, там, для афроамериканцев, только для женщин, там, в общем, распределено это все. Так вот, «Икарус», они тоже начинали снимать просто, как такой, ну, типа, телевизионный проект, такой, вообще, про допинги в спорте. И процесс, там, кто-то у них отказался, из каких-то, из экспортов, ну, что-то он, по-моему, не смог, я не знаю, почему он отказался, и он их свел вот с этим, в каком-то фамилии, русский, русский парень, который был главный вот этим по допингам. Ну, это фильм-то про Родченкова, про Родченкова. Да, вот Родченков, да. Но изначально он не был про Родченкова. Нет, изначально нет. Да, да. А потом его, их свели вот с этим Родченковым, потому что этот другой экспорт не смог просто. И тут началась вся эта история с подменой, там, мочи, и вот это все-все-все, и он оказался, в общем, короче, они сняли этот когда-то фильм, он попал на санданс. И то, что я просто читала когда-то в одном интервью с продюсерами, даже не с продюсерами, а сам человек от Netflix говорил, он сказал, что у него, значит, он посмотрел этот фильм еще до показа официального на фестивале, и у него была какая-то сумма денег, ну, там, бюджет свой собственный, который он мог потратить, там, на покупку фильмов, где он мог самостоятельно решать. А тут, значит, он, как бы, увидел этот фильм и потенцию очень большую, коммерческую, и пропечинговал своему начальству, назвав эту сумму. И тот сказал, ты уверен, что это The Film, ну, то есть, именно тот самый. Да, он сказал, да, этот фильм стоит 7 миллионов. То есть, возможно... Кому заплатили эти 7 миллионов? Режиссер, ну, продюсерам фильмы. Это был фильм у них Netflix, крупнобюджетная покупка до коммерциального августа. Да, да. Это было уже лет 8-10. Да, да, это давно было, да, 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 там, сейчас уже это тоже... Он хоть совершенно не устарел, потому что он сделал еще такой ай-позиции, потому что автор фильмов, он же, по-известной степени, и герой. Да, да, они сами участвуют там, и все там, да. Ну, я к тому, что бывают исключения, но, в принципе, вот этот общий потоп, он... Ну, в общем, но, кстати, сейчас платформа куда более, если мы говорим о продюсерской стороне дела, документального, куда более интересны для реализации проекта, в том числе для наполнения бюджета, или даже для компенсации бюджета по окончании работы над фильмом, потому что Netflix два года назад рекордно заплатил за покупку документального фильма миллион долларов для права на документальный фильм, а в прошлом году он побил свой рекорд, купив уже картину за 10 миллионов долларов, просто телевизионные права. При этом это такая отчасти рекламная история, потому что я сам продавал на Netflix, и цены, ну, такие реальные у них пониже, скажем так, вот, но они зачем-то вот эту планку задирают, и для них это важно. А что касается кино и киноязыка, и дальнейшей реализации картины, конечно, нужно тоже понимать, но это может быть на каком-то следующем уровне, вот не на том, на котором вы сейчас находитесь, понимать, для какой вы все-таки аудитории делаете, для европейской, классической или для американской. Это очень хорошо видно и на фильме «Икарус», и еще более хорошо видно и понятно на фильме «Икарус», кстати, получил Оскар, видно на фильме «Навальный», потому что, я полагаю, ни один бы режиссер, который делает фильмы, который, там, участвует в «Ардокфесте», например, ну, точно бы из этого материала не сделал такую простую, банальную, как бы, такой пересказ, где все понятно, где нет никаких вопросов, где нет никаких художественных, таких, так сказать, ну, я не знаю, длинно, состояний, каких-то вот тревогичных атмосфер, да, вот просто, так сказать, буквально, если о чем-то там режиссер говорит, вот произошло это. Он буквально берет, вообще не парится, начинает фотографии показывать подтверждение, вот было это, а потом, значит, то есть это какая-то такая штука, которую, ну, правда, никто из, там, ну, никто бы не, ну, у меня бы рука не поднялась вот так вот взять и опошлить все. Ну, извините, я, так сказать, не хочу никого обидеть. Но для американцев это более чем нормальная штука, и они, так сказать, может быть, это и есть путь к этому американскому рынку. Ну, это должны быть мозги тоже у тебя, соответственно, ты не сможешь, что-то так же не. У меня есть хороший пример, кстати, говоря, по поводу американского. Рома Бондаренко, Бондарчука, у него был фильм, как это, шерифы? Украинский шериф. Украинский шериф, да, спасибо, Алексей. Значит, и они, и он там в Наифе получил приз, и его выдвинули тоже от Украины на Оскар. И, значит, Рома, ну, это, он, конечно, тоже рассказывает, потому что у него юмор совершенно шикарный, ну, я так просто по сути. Короче, они с женой, у него жена продюсер, с Дашей там как-то сложно собрали деньги и решили все-таки поехать туда, вот на эту предварительную, они не попали в этот шок. Ну, они были в любом месте. Да, и, значит, они поехали все-таки, ну, чтобы опыт какой-то, какой-то экспириенс, значит. И он очень смешно рассказывал, как им, значит, устраивали, там же устраивают эти для членов академии, ну, такие скрининги, да, такие закрытые. И, значит, в каком-то клубе там их не пустили, их даже кофе не дали попить, где-то они там ютились, где-то самое. А потом, значит, после показа, Q&A, значит, вопросы-ответы. И такой вопрос, значит, как вы находили актеров в этом фильме? То есть они даже не поняли, что это документальный фильм. Потому что они смотрят, а для них кино – это что-то другое. То есть они думают, что это игровое кино. И что это наняты актеры, вот он как вот Дим Кастин проводил. Наверное, вот так. То есть это разное. И я не уверена, что кто-то сможет вот с нашими мозгами вот так вот делать это. Это нереально. Но, кстати, в защиту Навального, я тут слушала Антона Долина, мне еще понравилось его объяснение, не знаю, кто-то слушал или нет, про Навального. Ну, поскольку он как бы должен был… Да, про фильм. Он сказал очень… Я просто с ним согласна, сто процентов. Он сказал, что американцы любят истории. Такие истории про героев. Да, про героев. Ну, плюс политическая ситуация, понятно, теперь все знают, кто такой Путин, кто такой Россия, кто такой Навальный тот же, вы уже слышали. И вот когда эта история, как история, мы-то и просто ее знаем, мы там и проживали параллельно, да, они не проживали ее параллельно, да. И вот они это смотрят и получили, как история, то она, конечно, феерическая, но феерическая история, если так вот абстрагироваться, как она… Вот, и поэтому это, ну, сработало. То есть это, ну, это вот… Это такая история, которую в жизни даже не представить. Ну, это как для игрового кино, да, история. Да и то подумаешь, что это перебор какой-то, да, не пишет. То есть они восприняли, я, ну, вот согласна с Невшим, абсолютно, я понимаю, почему, действительно, Навальный, да, что, да, мы смотрим, ну, смешно, да, там, какие-то, ну, прям смешно, да, но они же это как с чистого листа, да, вот эта история, блин, да, вообще, как это возможно такое, да. Нет, еще, может быть, да, о Навальном действительно мало знают, что они делают страны современные, тем более в Америке, то есть надо же, в какой-то контексте. Мы теперь знаем. Уровень знания английского языка. О, без этого никак. Это, он, насколько он должен быть высокий, в принципе. Ну, вы должны уметь объясниться. Объясниться, да. Чтобы вас не обманули по деньгам. Ну, нет, по деньгам это… Нет, нет, чтобы вы могли вести переговоры. Подписаться, договоры, все люди. Проводятся тренинги, да, пенси, да, и… Это все на английском. Не понимаю, да, но насколько там… Вот, Виталия, на участие. Опасно быть в проекте должен быть человек с языком обязательно. То есть, если ты сам не общаешься, это должен быть продюсер или ассистент, или кто-то, кто ведет всю коммуникацию на комфортном английском языке, Google Translate здесь не в помощь. Да, но продюсер не может быть без языка. Понятно, да, да, понятно. Ну, говоришь, все же, может, хотя это всегда очень проблематично, особенно во время песенков, это уже, ну, как-то это не современное, я бы даже сказала. Еще там лет 10 назад окей было, окей. Сейчас я смотрю, там очень многие подтянулись, там, ну, кто уже ездит, наверное, на этажном все, как вы говорили. Уфор надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.